По определению моментом силы называют вектор M. Момент силы будем обозначить буквой M. Который равен векторному произведению силы, умноженной слева на радиус вектор. Или векторному произведению R умножить на F. Можно записывать в квадратных скобках без всякого знака между ними. А можно записывать с помощью косого креста. И так, и так. Допустимо. Рассмотрим пример относительно оси O. Рассчитаем момент силы, приложенной в точке A. Сила у нас на рисунке показана. Направление силы F. Для того, чтобы посчитать момент, мы радиус вектора проводим из точки O в точку A. И пользуясь свойством векторов, которые можно переносить вдоль линии этого вектора, сместим радиус вектора так, чтобы начало векторов F и R совпали. Тогда, вращая первый вектор в направлении второго, не по этому пути, а по кратчайшему пути, можно определить, что в момент силы вектор будет направлен перпендикулярно плоскости рисунка от нас. Записывать векторное произведение можно таким образом. Квадратные скобочки или без всяких скобочек обозначаем векторное произведение знаком крестик. Напомню, что модуль, то есть без вектора, векторное произведение будет равен произведению модулей обоих векторов умножить на синус угла между положительными направлениями альфа. Ну и рассмотрим несколько примеров. В точке А, находящейся на периферии круга с центром в точке О, приложено несколько сил. F1, F2, F3, F4. По модулю все эти силы одинаковые. Переложены все эти силы в одной точке, радиус вектора которой равен r. Спрашивается момент какой силы по модулю будет больше. Пользуясь определением скалярного произведения, легко увидеть, что r умножить на f будет везде одинаково, а синус будет различаться. Модуль будет меняться в зависимости от угла альфа. Альфа 1, альфа 2, альфа 3 и, наконец, альфа 4, который равен 180 градусам. Поэтому самым большим оказывается модуль момента M2. M2 больше M1, который в свою очередь равен моменту третьей силы, и больше F4, который в свою очередь равен нулю, потому что альфа 4 равен π. А M2 будет максимальное значение иметь в соответствии со значением косинуса. Если мы здесь будем откладывать значение синус альфа от альфа, от нуля до π, синус будет меняться таким образом. Максимальным будет при угле π пополам 90 градусов. как в случае силы F2. В случае с максимальным моментом мы отобразим красными стрелочками. По-другому можно повернуть. Дело так. Силу оставим в покое, а R умножить на синус альфа сгруппируем и покажем, что произведение ну вот в данном случае R умноженное на синус альфа альфа будет центральный угол вот здесь, вертикальный угол с этим. Пользуясь этим можем сказать, что гипотенуза в прямоугольном треугольнике R умноженное на синус альфа даст нам противолежащий катет, который можно обозначить буквой D. И тогда момент силы можно определить как силу умножить на плечо. D плечо силы, который часто называют кратчайшим расстоянием кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы. Если мы продолжим здесь F4 у нас плечо даст D4 равное нулю D2, как и следовало ожидать, будет равно радиусу а если эти углы будем считать по 45 градусов то у нас D1 будет равно D3 в первом случае это будет D1 а во втором случае это будет D3 а они будут равны R деленному на корень из двух ну и здесь тоже R мы обозначили R маленькая то есть что нужно помнить про момент силы нужно помнить его определение и умение высчитывать этот момент